Революция в сознании современного человека по большей части ассоциируется с кровавыми событиями 1917 года – массовыми казнями, убийствами и падением самодержавия. Однако этот период времени оказал огромное влияние и на искусство. Именно об этом рассказывают экспонаты выставки «Искусство рожденной революции», которая начала свою работу в Рязанском художественном музее. Она открывается работами художников старшего поколения первых постреволюционных лет. На события, происходящие в стране, они реагировали по-разному. Некоторые продолжали работать в том ключе, в каком работали в предреволюционные годы, а кто-то позволил себе эмоциональный, экспрессивный выплеск, как, например, Абрам Архипов в своей картине «Октябрь в деревне». Кстати, именно эта работа считается очень редкой, ведь в 1918 году картин на тему революции практически не было. Картина «Октябрь в деревне» как раз входит в это немногое число. Тут нет никакой оценки конкретной событиями, социальным каким-то силам. Здесь просто, видимо, эмоциональный такой выплеск, отклик на те события, очень экспрессивное полотно, где просто людская масса стремительно чаще все сметает на своем пути. Вот это, видимо, было такое ощущение тех событий, свидетелем которых Архипов был. Суровые годы гражданской войны, митинги и демонстрации постепенно сменяются новыми темами. Главными героями картин 30-х годов становятся рабочие, колхозники, учащиеся рабфаковцы, физкультурники. Начинают культивироваться темы строительства новой жизни. Художники того времени стараются документально точно отобразить все то, что происходит вокруг них. В 1932 году, когда праздняются все литературно-художественные организации объединения и создаются единые творческие союзы, именно линия на реалистическое изображение даже не окружающей жизни, а примет светлого будущего в окружающей жизни становится главной. Так рождается метод социалистического реализма, такое направление, которое, в общем, главенствовало в искусстве несколько десятилетий. Выставку выполняет мультимедийная программа, посвященная достижениям отечественного авангарда после революционных лет и знакомства с виртуальной экспозицией мастеров левых течений, что, несомненно, позволит расширить представление зрителей о бурном и многоликом искусстве, рожденном на переломе эпох. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».